Грузовые суда после зимней спячки постепенно покидают гавань. Сегодня четыре состава выходят на воду вечером для поставки стройматериалов. В основном это щебень и песок. Обь в прямом смысле связывает Барнаул с местами добычи этих ископаемых, что в Бийском и Каменском районах. Перевозка таких огромных грузов по суше плохо сказывается на алтайских трассах. Поэтому у речной отрасли нужно взять курс на развитие, уверены специалисты. С 1992 по 2013 год практически ничего не делалось, скажу так, только поддерживалось то, что есть. На сегодняшний день на базе нашего района водопутей имеем пять земснарядов. В советское время их было 13 земснарядов. То есть планомерно вся техника была, ну 50%, грубо говоря, даже больше 50% утилизирована на гвозди. Поэтому у нас стояла задача восстановить то, что есть. Ключевую роль в восстановлении отрасли сегодня играет соглашение 2015 года между правительством края, администрацией обского бассейна и грузоотправителями. С того момента флот вновь обратил на себя внимание. Его начали ремонтировать и по сей день для подхода судов продолжают осваивать необустроенные площадки. В скором времени приобретут еще одно судно стоимостью в миллиард рублей. А вот по части речного туризма пока совсем все не радужно. У нас теплоходы все серии марок типов 80-х годов. Они проходят через определенные фильтры технического состояния. Это регистр внутреннего водного транспорта, проверяет санэпиднадзор, различные службы. Ну, соответственно, сохраняется пока тот флот, который есть. Приобретать новый теплоход перевозчикам невыгодно. Даже несмотря на то, что ежегодно по воде перевозят более 170 тысяч пассажиров, затраты, считают чиновники, себя не оправдают. Да, и пока что из Барнаула, что претендует на звание туристического, можно уплыть разве что в Бобровку и Расказиху. Анна Рашигирова, Алексей Фризин. День с толком.